привет интернет это выживатор и я начинаю проходить игру deadly escape я большой фанат фильмов и игр праздновали апокалипсис и разумеется не мог пропустить эту игру это пиксельная игра с видом сверху 2d вроде бы не очень сложно я немного разобрался с управлением дальше посмотрим насколько как долго удастся продержаться как я понял здесь нет возможности перезапустить игру и смерть перманетно новый это не точно пока ну что поехали игра на английском языке я буду дарил его искей подливались помогите кричать ходим оставьте ранее баррикадо шесть часов спустя пора пошли осторожно говорит охранник интересно вот я встал получается то ли они думали что я ранен то ли то ли я скрывался так здесь ничего интересного написано несколько расчлененных трупов ничего больше он был растерзан дверью его лицо говорит показывает признаки экстрим экстремальной огонь и чрезвычайно огонь похоже что он был мертв длительное время здесь кусочки бумаги его руки сообщение от шефа маршрут спасение видимо готов все что нам нужно это включить запасной генератор и оборота загрузки верхние зоны будут открыты давайте будем надеяться что охрана удержит все что случится внизу под контролем так что нам не нужно будет использовать его уровень 3 по темели шеф по разработке так ну открыть я не могу здесь по-моему есть кнопка может взять здесь что-то блокирует проход это две открываются откуда еще хорошо идем дальше так возможно один из охранников а возможно нет это тело свежее что-то есть в его кармане кто найдет мое мертвое тело комната генератора была закрыта шеф был убит в комнатах отдыха он единственный кто имел на голубую карту у меня нет не хватает ну скажем так мужество храбрости кишка тонко чтобы идти и взять ее со всеми этими существами вокруг пожалуйста скажите моей жене что я любил я сам из био исследований может быть он покончил с собой судя по всему у него пистолет был патроны вот он решил что лучше покончить с собой я так понимаю здесь мы не можем открыть эту дверь так вот там вижу зомби напоминание охранникам согласно вашему протоколу безопасности если случится в случае потери контроля над этим этажом вы должны закрыть его его снаружи до тех пор пока до тех пор пока мы не придем сверху с соответствующими не знаю что знаешь не оживаюсь наверно какими-то за инструментами или распоряжениями если случится что вы застрянете внутри идите в зону охраны и попробуйте связаться с командным центром так что у нас тут интересно здесь есть инструменты по очистке ничего полезного так что это похоже кто-то писал в торопях написано а здесь какая-то карта в руках судя по всему синяя я вот не знаю здесь похоже закрыта все да значит мне нужно ускориться и идти открывать дверь наш герой видимо ранен потому что бегает он очень совсем немного может держаться что тут у нас похоже такое впечатление что возможно те двое охранников не справились записка инженером резервный генератор нуждается небольшом ремонте прямо сейчас он может только работать как второстепенный источник энергии более чем достаточно этого для того чтобы открыть двери и и использовать некоторые оборудование но элеватор то есть и многих но аварийные двери лифта и другие тяжелые тяжелые машины не будут работать пока мы не запустим генератор на полную мощь я пытался исправить почти все но я но мне нужно все еще три батареи удивительно почему разработчики хотят чтобы это было исправлено так плохо до тех пор пока что-нибудь ужасное не случится я сомневаюсь что главное главное энергия упадет не очень понял о чем здесь речь в общем типа жалуются видимо на то как велись дела что не давали ему батарею так я сейчас запустил генератор несколько клеток должна были открыться я включил энергия похоже что не хватает 3 значит следующая моя задача это найти три батареи это дверь не могу открыть потому что мне нужен нужна карта там явно аптечка и какой-то возможно ну что ж пойду здесь судя по кандалам здесь и пора были бы какие-то зомби были следовало над ними какие-то эксперименты проводились ну все сложно сказать а моя задача сейчас идти и искать батареи ну и пройти именно вот эти точно двое разделяю двадцать и буду по одному дверь закрылась интересно если бы мне не удалось их эффективно прикончить то я бы отсюда уже не выбрался я пока не знаю точно как узнать сколько патронов кончаются ли они наверно кончаются у каждого зомби нужно три выстрела но здесь все закрыто может быть что то есть интересно не похоже здесь что у нас ух ты как вас много-то здорово к месту оказалось здесь у нас газом или с горючим откройте дверь кричит помогите какой-то они он идет откройте дверь сейчас открою там почему-то кто-то в кандалах но у меня нет желтой карты поэтому не могу не знаю что это просто как бы и а и и и и и и и и компьютера защитную защитную дверь требует полного питания чтобы быть открыт записка последнего выжившего я попытался проникнуть внутрь охрана комната охраны как только дела пошли плохо закрылся здесь несколько часов спустя я получил передачу вот станции подземелья и лабораторные зоны мы заражены оставшаяся охрана пыталась объединиться с командным центром чтобы справиться с бесконечной ордой нежить начала скрести дверь я не знаю как долго это протянется ну и видимо он покончил с собой так что я тут могу сделать это записка открываю сейчас мужика этого не успел тяжелым спасти а и меня чуть не съела что здесь его внутренности лежат на полу судя по кандалам здесь были либо зомби либо какие-то работы похоже он у него была мучительная смерть здесь пропитанная кровь и кусок бумаги пропитанная кровь лежит рядом с телом куски кожи падают с моего тела крысы и тараканы ну видимо поедают их или наслаждаются этим опарыши начали расти у моих не совсем я напуган я скучаю по своей семье это дневник субъекта эксперимент подопытный видимо ну как я и думал видимо на каких-то заключенных либо просто плененных людей и ставили видимо опытом сколько у нас тут вообще интересных а пока вроде бы нормально все проходится какая-то дверь я так понял это убежище на случай аварии я открыл дверь и по сути это все что мне удалось сделать куда еще я могу идти дальше что это такое он умер с улыбкой здесь что-то в его руке желтая карточка пригодится мне желтая карточка так я взял аптечку но я не знаю как ее использовать на самом деле сейчас похоже я могу открыть эту дверь желтой карточкой еще кучу дверей могу открыть поэтому я сначала пройдусь туда не открою например вот эту какая-то пробирка что ли здесь могу сделать ничего могу я сюда попасть да давай сначала обезопас а как что это ты не целишься кошмары достижения получил пропитанная крови бумага лежит рядом с телом записка в комнате в комнате не могу отправить мою не понимаю обратно я хочу сделать это здесь красная карта в моем кармане использую ее чтобы открыть дверь за генератором я так понял там я спрятал ружье рядом с ящиками здесь ненормальное здесь ненормальное количество нежити в этой комнате я видел их когда они разрывали на части нескольких охранников как будто бы они были ничем но видимо охранники не смогли вообще никакого способа наказать возьми ружье я надеюсь оно тебе приградится пожалуйста расчистить путь перед другими людьми пытающимся спастись используя этот проход отлично теперь у нас есть красная карта какое ощущение что отсюда кто-то выполз ну да судя по всему это вот тоже зомби уже они здесь были ну по-хорошему наверное я должен здесь все открыть здесь не так много зомбарей поэтому наверное так близко отходим сразу и зеленый и зеленый и зеленый очень много охраны здесь полегла я к сожалению сейчас пока не знаю как посмотреть сколько у меня патронов я нашел немного патрона так сейчас посмотрю настрой а вот вот как этих это оказывается батарейки они нужны для ремонта понятно у меня всего лишь один патрон для пистолета это очень плохо на то есть патроны дробовики новость паршивая а где мне дробовик то взять то есть по сути если я сейчас встречу зомби то у меня даже не будет возможности видимо с ними воевать ну вот я нашел несколько патронов здесь посмотреть или это коробка может быть это в коробках измеряется тогда я не знаю так здесь куча зомбарей я думаю что сначала было бы разумнее добраться до до той двери ну и это тоже надо открыть что-то и взять ружье отчет о аутопсии тело было найдено снаружи в мусорном мусорном контейнере рядом с лабораторией доктора бьенда какое-то существо покусало его лицо и некоторые части тела сделав его не идентифицированным идентифицированным частично он был определенно он был охранным охранником я имею ввиду судя по униформе я полагаю он был членом группы которая пропала его снаряжение было это сложено в ящик невелико джейк исследование опасных опасностями я нашел старый шотган дробовик и аптечку внутри ящика прекрасно хорошие новости это что замечательные так посмотрим как пользоваться а я не могу отсюда пройти по какой-то странной причине значит мне придется пробиваться боем отсюда ну хорошо сейчас я по крайней мере к этому лучше подготовлен открываю отхожу так так что что но замечательно намного бодрее пошло надпись на стене держись подальше так называемая вирусная прорыва так называемый вирусный прорыв случился внизу подземелья на уровне ниже контроль пожалуйста продолжайте свои нормальные нормальная активность обратите внимание на или приглядывайте на эксперимент на субъектах которые видим проход проводят эксперименты они могут дать продвижение и попробовать сбежать пожалуйста ампутируйте ноги этих субъектов которые субъектов которые могут стать проблемами когда субъекты скажем так получат статус зеленых пожалуйста закрыт закройте их в их секциях каких-то до тех пор пока мы не будем уверены в том что они больше не опасны шеф исследований подземелья жесткие мероприятия смотрю так вот и не знаю пожалуйста нет говорит я не хочу умирать говорит он они не агрессивно надеюсь привет ребята что там у вас двери безопасности стоять обиделись брата парень который боялся он конечно я могу использовать что-то несколько недель назад я случайно нашел к доктору объем до лаборатория он быстро спрятал накрыл мертвое тело с которым он экспериментировал проводил эксперименты она двигалась я уверен я видел это все все вся нежить вся нежить вся нежить в этих других зонах должна иметь возможность это делать я уверен что я уведомил моих парам мое руководство ранее об этом я не понимаю как что он стоит могу ли я и как с ним взаимодействовать посмотреть какие там у нас кнопки кстати как я вообще могу сохраниться и так непонятно так последнюю видимо батарею охраняют еще пара зомбами а еще похоже ничего нет блин может быть тот чувак вообще не должен был выжить а я его случайно спас такой стоит не реагирует здесь очень быстро пропадают текстовое уведомление может быть там какая-то подсказка я ее не заметил и сейчас я даже не знаю что будет если я выйду из игры может быть весь прогресс сбросится это не хотелось бы ну что мне остается делать остается идти дальше и же не было зомби так ну что ж надо посмотреть что у меня сколько у меня патрона патронов не так уж много есть снайперская снайперские патроны есть пистолетные три штуки а ну зато другое кучу у меня есть проблемы со здоровьем сейчас я попробую как раз их решить восстанавливать полное здоровье у меня три аптечки восстанавливаем в единице довольно хардкорно здесь быстро очень наносится урон умереть можно запустим ближним боем но аптечек хватает и так я взял еще одно оружие вот оно на четверочку ставит что-то типа ружья так я могу запустить генератор на полную ну и наверное так и следует сделать я установил там и все вентиляционные люки открылись боже вот вот этого не планировал ну что ж будем пробиваться боя у меня много патронов отрывок ой 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 думаю пока не буду я с ними связываться если есть возможность их обойти я их обойду ой ой как у нас меня много тут боже мой как их много то а да круто блин я не туда пошел встает быстрее быстрее как закрыть а ты чё делаешь обалдеть жесть все что ну вот в общем то такая была игрушка спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь и напишите хотите ли смотреть получится ли у меня пройти дальше в целом она мне понравилась такая ненавязчивая пиксельная графика хорошо передана атмосфера зомби катаклизма апокалипсиса неплохие в целом тексты и система боя единственный недостаток я думаю это отсутствие нормальной системы сохранения потому что после первой смерти как-то не очень хочется начинать заново с другой стороны это довольно реалистично в реальной ситуации у нас тоже не было бы возможности загрузить сейф но мы все-таки в игру играя вот в целом я могу рекомендовать эту игру тем более что цена на нее довольно близко и приобрел это время может быть 50 рублей что ли для ознакомления но и для фанатов так игры не рекомендую спасибо до связи